Фредерик Бикнер Библия – это хорошая книга, основной сюжет которой прост. Бог творит мир, мир сбивается с истинного пути, и Бог воссоздает его былую славу. По словам Стивена Сайкса, Писание характеризуется грамматикой нарратива, а в христианском нарративе «Божий мир» – это место действия, тема спасения падшего мира и человечества, сюжеты библейских нарративов от сотворения, избрания до воплощения, распятия, воскресения и вознесения. «Развязка – это последний суд, рай и ад». У Брайана Русна суть библейского богословия, возможно, заключается в том, чтобы найти богословское толкование Писания в контексте Церкви и для нее. Библейское богословие начинается с учета исторических и литературных особенностей и преследует цель анализа и синтеза библейского учения о Боге и его взаимоотношениях с миром в собственных терминах, принимая во внимание весь библейский нарратив, а также христоцентричность Библии. Из этих четырех цитат явствует, что идея нарратива, повествования, истории, сюжета, выходит на передний план в библейских исследованиях, перечисленных богословов. Именно поэтому, переходя к третьему разделу нашей темы «Толкование Писания», мы начнем с пункта А – «Развертывание большой картины», «Макронарратива», грандиозного сюжета, если хотите. В качестве введения позвольте заметить, что выбор правильного направления – это задача не из легких. Избрать ли индуктивный путь? То есть начать с книги «Бытие» 1.1 и двигаться вперед, изучая книгу за книгой все 66 книг Библии, пока в конечном итоге мы не доберемся до Откровения 22. Итак, начинать можно с этого, а после попытаться дать содержательное определение основной темы Писания как священной книги, как церковной книги, канона Божьего Слова, или же избрать абдуктивную тактику. Иначе говоря, выдвинуть некое предположение об основной теме Библии, а затем проверить, верна ли наша гипотеза. На основании анализа Писания, от бытия до Откровения, в ходе изучения Писания на предмет его главных тем, будь то Царство или Завет и так далее и тому подобное. Итак, какой же подход предпринять? Если бы мы занимались по интенсивной методике, характерной для летних школ, некоторые из них работают всего 5 дней с 8 утра до 4 дня. То индуктивный способ, как мне кажется, был бы в определенной степени обоснован. Ибо в этом случае нам удалось бы в качестве предварительного этапа за 5 дней ознакомиться со всем Писанием целиком. Но коль скоро у нас есть возможность изучать предмет неделю за неделей в течение семестра, то целесообразнее все же выбрать абдуктивный путь. А это значит, что я попытаюсь предложить некое глобальное утверждение о том, какова суть Библии. А потом мы посмотрим, выдерживает ли оно проверку времени. С этим мы переходим к первой части «Большая история» или «Макронарратив». Она включает в себя божественный замысел и его композицию или модель. То есть то, что замыслил Бог. Дерзну предположить, что у Бога есть план. И состоит он в том, чтобы его народ находился в назначенном им месте, под его властью, по его законам, в его исполненном любви, в святом присутствии. Вот в этом и заключается замысел. И это не просто оформление мысли Грэма Голдсуорси. Хотя я в этом ему очень обязан, как вы позже узнаете, когда прочтете упомянутый выше текст. В конце концов, он преподавал у меня библейское богословие. И, конечно, оказал на меня значительное влияние. Однако, позвольте предположить, что, рассматривая самую суть божественного замысла, мы обоснованно видим себя как подданных, подданных великого царя. Но я не думаю, что это раскрывает нам суть Божьего плана. Мне кажется, что в первую очередь нам назначено быть чадами любящего отца, который к тому же еще и великий царь. Для того, чтобы прояснить, о чем я говорю, давайте обратимся к 8 главе послания к римлянам, и, в частности, одному из ее важных текстов, в котором говорится о будущем. Итак, римлянам 8, 18. В этом своем впечатляющем послании римской церкви в 18 стихе апостол Павел говорит, «Ибо, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Его слова трактуют в эсхатологическом смысле, то есть речь идет о том, что будет в конце. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения не подданных великого царя, а сынов Божиих». Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства к лению, в свободу славы детей Божиих. Далее апостол говорит об уповании и так далее. Совершенно ясно, что налицо одушевление творения, у которого имеются свои ожидания. Оно с нетерпением ожидает освобождения, связанного с нашим будущим. А нам суждено быть ничем иным, как детьми Божиими. Иначе говоря, вот до этих пор понятие «царство» открывает нам замысел Божий. Но, пожалуй, еще более глубокое понимание сути вопроса дает нам понятие «семьи». Обратите внимание на некоторые особенности того утверждения, которое записано у вас в конспектах. Это тематически многоаспектный фрагмент, многомерный. В нем говорится о Боге, в нем говорится о народе, в нем говорится о месте, в нем говорится о правлении, в нем говорится о способе или характере, присутствии и отношении. Обратите внимание также на то, что Божественный проект называется теоцентричным, а не антропоцентричным. В центре здесь, в первую очередь, Бог. И еще позволю себе утверждать, что его динамика, сила, если хотите, порождается взаимодействием Божественного обетования и Божественного исполнения. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Обетование и исполнение — это тот двигатель, который обеспечивает реализацию этого замысла. Обетование об искуплении и их исполнении. Мне нравится, что по этому поводу говорил Мартин Лютер, великий реформатор XVI века. Так вот, однажды он сказал, существует только одна вера и один Бог, Бог обещающий. Итак, существует только одна вера и один Бог, Бог обещающий. Роль обетования в Писании является настолько основополагающей и ключевой, что именно это понятие мы и будем рассматривать на последующих занятиях. И еще одна мысль. Фундаментальным с точки зрения исполнения обетований выступает понятие Завета. Завет. Завет — это отношения, построенные на обетовании. Отношения, основанные на обетовании, как мы далее с вами увидим. Их динамику обеспечивает исполнение обетований. Завет — это ключевые отношения, развивающиеся отношения, основанные на обетовании. Искупление же представляется мне тем средством, с помощью которого достигается реализация Божьего замысла. Бог — это тот, кто обещает искупить и спасти. И, как мы увидим, это обетование дано уже в книге Бытие, 3.15, где семя жены будет поражать в голову змея, обольстившего первых людей. Итак, Бог обещает искупить и спасти и исполняет обещанное. Разумеется, исполнение данного обетования и замысла в целом предполагает ряд слов и дел в историческом потоке. Немцы, желая выделить и выразить эту библейскую мысль, используют термин «хайльс-гешихте» — «история спасения». Зачастую говорят не просто о спасении, а об истории спасения. Или об изучении Писания в перспективе «история спасения». Продолжение следует... Субтитры Godwin. Субтитры сделал DimaTorzok